Миллионные любители пива спешат на Октоуберфест, а Вильнюс признан самым счастливым городом в Европе. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Юный садовник Белого дома. 11-летний мальчик по имени Фрэнк написал письмо американскому президенту и рассказал, что очень хочет помочь садовникам подстричь траву в розовом саду. Дональд Трамп откликнулся на его просьбу. Пригласил мальчугана к себе и позволил поработать. Фрэнк трудился несколько часов. Глава американского государства высоко оценил его старания и даже вдохновил на создание собственного бизнеса по уходу за газонами. Вильнюс признали самым счастливым европейским городом. По данным агентства Евростат, жизнью в столице Литвы удовлетворены 98% опрошенных жителей. На втором месте в рейтинге датский Копенгаген и шведский Стокгольм. В пятерке самых счастливых также жители Люксембурга и Вены. Более того, австрийская столица стала лидером по числу горожан, довольных благоустройством парков. Ситуация со здравоохранением, по данным аналитиков, лучше всего обстоит в Амстердаме. А лучшее образование предоставляют в Дублине. Миллионы любителей пива спешат на Октоберфест. Традиционный фестиваль уже стартовал в немецком Мюнхене. Ровно в полдень по местному времени обербурга мистер города Диттер Райтер двумя ударами открыл первую бочку с пивом, дав официальный старт крупнейшему в мире народному празднику. А первую кружку пива, по традиции, получил премьер-министр Баварии. Кстати, она в этом году подорожала на 25 центов и теперь стоит почти 11 евро. Крупнейший в мире фестиваль пива проходит в условиях усиленных мер безопасности. Ожидается, что его посетят около 6 миллионов человек. В мире резко возросло количество людей, которые страдают от голода. По данным ООН, голодают 815 миллионов людей. Это 11% населения планеты. Большинство из них живут в Азии, 520 миллионов. А вот в Африке от голода страдают 20%. Такие данные ООН объясняют военными конфликтами и климатическими изменениями. А вот в Ярдании создали ферму просто в пустыне. Ученые будут использовать солнце, соленую воду и углекислый газ для производства энергии и пресной воды. Всего на 3 гектарах планируют выращивать 130 тонн овощей в год. Энергию для проекта генерируют солнечные панели. А для полива используется технология орошения теплиц. Проект направлен на борьбу с нищетой и создание новых рабочих мест в стране.